Мир, в котором мы существуем, кажется нам вполне объяснимым. Нам тяжело представить летающие горы, сверхгигантские космические аномалии или объекты, превышающие размеры нашего Солнца в тысячи раз. Однако многое из того, что на первый взгляд может показаться фантастикой, все же присутствует во Вселенной. Правда, находится оно в миллиардах километров от нас. Одними из таких фантастических небесных тел можно по праву назвать черные дыры. Само их существование до недавних пор считалось невозможным, однако 10 апреля 2019 года Национальный научный фонд США впервые показал миру фотографию черной дыры в центре галактики Месье-87. Масса этого объекта составляет приблизительно 6,6 миллиарда солнечных масс, а диаметр равняется примерно 100 миллиардам километров. Для сравнения, диаметр нашей Земли составляет всего 12 742 километра. Такую дыру относят к классу сверхмассивных. Похожее на нее тело присутствует и в центре Млечного Пути. Объект носит название «Стрелец А» и обладает массой от 2 до 5 миллионов масс Солнца по разным оценкам. Диаметр «Стрельца А» равняется 45 астрономическим единицам, то есть 45 расстояниям от Земли до Солнца. Но можно ли сказать, что в космосе существуют черные дыры еще больших размеров? И какая из них считается наиболее крупной? Давайте разберемся. Черной дырой принято называть участок пространства времени с невероятно сильной гравитацией в центре. Как правило, подобные объекты изначально не являются слишком большими и способны разрастаться в процессе активного наращивания своей массы. Черные дыры разделяют на разновидности, которые определяют в зависимости от массы каждого объекта. Наиболее тяжелые называют сверхмассивными черными дырами. В этот класс входят те из них, чья масса достигает от 100 тысяч до 10 миллиардов масс Солнца. На данный момент среди ученых не существует единого мнения о том, как эти объекты образуются в пространстве. Наибольшую популярность имеет теория о постепенном разрастании черных дыр, согласно которой каждая дыра сначала возникает, имея при этом обычную звездную массу, а затем растет постепенно, поглощая окружающую ее материю. Наука имеет сравнительно небольшое количество информации об этих объектах. Но даже на основании этих данных можно с легкостью предположить, что в центре каждой крупной галактики существует как минимум несколько подобных дыр. За все время существования Вселенной в ней, вероятнее всего, успело появиться несколько миллионов, а может быть и миллиардов черных дыр. По крайней мере, сегодня нам известна только малая часть из них. Рекордсменом по массе можно назвать черную дыру, которая находится в центре Квазара. ТОН 618 Этот объект был обнаружен в 1957 году в рамках исследования белых карликов и первоначально вызвал большое недоумение. Представление о том, что такое Квазар, появилось только спустя 6 лет, поэтому на момент открытия природа объекта оставалась неясной. На фотокарточках, которые были сняты 70-сантиметровым телескопом Шмитта, объект был обозначен под номером 618. И описан как определенно фиолетовый. Только в 1970 году Институт радиоастрономии в Болонии обнаружил радиоизлучение, которое шло от ТОН 618, после чего объект был окончательно идентифицирован как Квазар. Причем наиболее яркий из тех, которые были известны науке на тот момент. Предполагается, что у ТОН 618 имеется аккреционный диск горячего газа, который вращается вокруг гигантской черной дыры в центре галактики. Газ в аккреционном диске, вероятнее всего, перемещается с очень высокой скоростью, которая достигает 7000 километров в секунду. Данный объект располагается в созвездии Гончие Псы, удален от нас на расстоянии 10,37 миллиарда световых лет. Галактика, в центре которой находится ТОН 618, не видна с Земли из-за яркости самого Квазара, чья светимость в 140 триллионов раз превышает Солнечную. По современным представлениям, Квазары – это активные ядра галактик на начальном этапе развития, в которых сверхмассивная черная дыра поглощает окружающее вещество, формируя аккреционный диск. Этот диск является источником излучения огромной мощности, которая иногда в десятки или сотни раз превышает суммарную мощность всех звезд в галактиках, вроде нашей. Наиболее яркий Квазар, который был обнаружен в январе 2019 года, имеет светимость около 600 триллионов яркостей Солнца и расположен в 12,8 миллиарда световых лет от Земли. Какова же может быть масса объекта, который существует в центре, подобной световой пушке? По имеющимся сегодня оценкам, масса черной дыры в центре Квазара ТОН 618 достигает 66 миллиардов масс Солнца, что делает этот объект наиболее тяжелой из всех известных науке черных дыр в нашей Вселенной. Черные дыры, имеющие подобную массу, относят к новой разновидности и называют ультрамассивные черные дыры. Причем Квазар ТОН 618 является далеко не единственным крупным объектом в этой категории. Например, на территории созвездия Рака, которая удалена от нас на расстояние 3,5 миллиардов световых лет, можно найти Квазар ОУДЖЕЙ-287 с черной дырой в центре, масса которого достигает 18 миллиардов масс Солнца. А в центре скопления Феникс можно обнаружить стремительно растущую сверхмассивную черную дыру, которая на данный момент стала уже в 20 миллиардов раз массивнее Солнца и с каждым годом увеличивает свой вес на 60 солнечных масс. Один из наиболее известных гигантов среди черных дыр находится в галактике NGC 1277 на территории созвездия Персей. Масса объекта достигает 21 миллиарда масс Солнца, а диаметр горизонта событий равняется 130 миллиардам километров, что в 15 раз больше расстояния от Нептуна до Солнца. Правда, на данный момент этот гигант почти не активен. Если же говорить о размерах, то первое место в этом списке можно по праву отдать еще одному известному космическому объекту, а именно черной дыре в центре сверхгигантской эллиптической галактики Холмберг-15A. которая расположена в созвездии Кита на расстоянии около 700 миллионов световых лет от Земли. Масса этой черной дыры не является рекордной и составляет 40 миллиардов масс Солнца. Однако ее размеры действительно могут удивить. Согласно имеющимся сегодня расчетам, горизонт событий этой черной дыры должен быть настолько велик, что в нем сможет поместиться вся Солнечная система, а его диаметр равняется приблизительно 790 астрономическим единицам. Вероятнее всего, сама галактика Холмберг-15A была сформирована в результате столкновения двух более мелких галактик в далеком прошлом. Подобный процесс, вероятнее всего, ожидается и в нашей системе, в ходе которого Млечный Путь столкнется с галактикой Андромеды через 4 миллиарда лет. На данный момент астрономы планируют продолжить изучение феномена черной дыры в Холмберг-15A, проводя более сложное детальное моделирование. Ученые намерены сравнить результаты теоретических расчетов с будущими фактическими наблюдениями, чтобы попытаться выяснить, как именно внутри двух столкнувшихся галактик смогла образоваться такая чудовищная черная дыра. В сравнении с размерами перечисленных выше объектов, наша родная планета может показаться несущественной на общей космической карте. Однако практически все сверхмассивные объекты во Вселенной, как правило, имеют возраст в несколько раз превышающий время жизни нашей Земли. На протяжении миллионов лет подобные черные дыры накапливали свою массу, становясь больше с каждым столетием. А сегодня мы можем наблюдать их активность как результат процесса развития целой Вселенной. Вполне вероятно, что большая часть ультрамассивных черных дыр появилась в результате слияния более мелких дыр между друг другом. Подобный процесс случается при их столкновении и сопровождается излучением гравитационных волн. Вероятнее всего, эти события являются самыми интенсивными поставщиками гравитационных волн во Вселенной и представляют исключительный интерес для гравитационно-волновой астрономии. На данный момент в Американской обсерватории Лига уже зарегистрировали несколько подобных сигналов, которые образовались в результате слияния двух небольших черных дыр. Возможно, в ближайшее время мы узнаем имена новых рекордсменов в списке этих космических гигантов. А пока нам остается только ждать новых удивительных открытий. Мы уважаем свою аудиторию, то есть вас, дорогие слушатели. Поэтому стараемся обсуждать наиболее занимательные и необычные вещи, происходящие в многоликом и удивительном мире. Поэтому не жалеем кнопки на мышки и жмем на электронный лайк под этим видео. Ведь ваши лайки и комментарии – это стимул для новых горизонтов, которые мы сможем преодолеть только благодаря поддержке от вас и, конечно же, подписке на канал. До скорых встреч, дорогие друзья! Субтитры подогнал «Симон»!